Законопроект, упрощающий порядок предоставления сведений о доходах муниципальным депутатам, рассмотрят 29 ноября на заседании Курганской областной думы, сразу в двух чтениях. Документ уже одобрил Комитет по региональной политике. Если закон примут, сельские депутаты, работающие на общественных началах, будут отчитываться о доходах в течение четырех месяцев после избрания. После этого декларации нужно предоставлять лишь в том случае, если сам депутат или члены его семьи совершили покупку на сумму, превышающую доходы за три года. Если таких крупных сделок не было, депутат должен написать уведомление об этом на имя губернатора. Это обязательное условие. Его непредоставление будет считаться нарушением антикоррупционного законодательства. Данный законопроект разработан на основе федерального закона. Правительство Курганской области выставит на продажу меньшее количество объектов, чем указано в предыдущем плане приватизации. Выровнять бюджет и сохранить имущество позволит оптимизация с сокращением числа работников сферы образования и здравоохранения. Программа приватизации на 2020-2022 годы предусматривает продажу 15 объектов недвижимости. Это гаражи, два объекта культурного наследия, учреждения. По прогнозному плану приватизации бюджет должен получить 25 миллионов рублей дохода. За счет распродажи имущества власти пополняют дефицитный бюджет. Отметим, что основные его расходы, почти половина, это заработная плата бюджетников. Сокращение расходов за счет оптимизации сделает бюджет более сбалансированным и позволит не распродавать имущество региона. В плане оптимизации здравоохранения и образования сказано, что экономия в 2019 году составит 270 миллионов рублей. При этом бюджет на 2020-2022 годы принят с дефицитом в 2,2 миллиарда рублей. Долг региона перед кредитными организациями составляет 16,6 миллиарда рублей. В результате оптимизации в правительстве Курганской области и подчиненных ему ведомствам, сокращено около 200 чиновников, в том числе несколько заместителей губернатора. Сейчас вместо 11 заместителей осталось 6. Значительную часть сэкономленных денег направили на благоустройство, а часть высвобождаемого имущества передали детским и социальным учреждениям. Глава региона Вадим Шумков заявил, что эффективность работы правительства после сокращения по большинству направлений не ухудшилась, а даже возросла. Каргопольский районный суд вынес приговор 37-летнему мужчине, пытавшемуся убить автослесаря, которому пригнал на ремонт свою машину. По данным следствия, вечером 1 апреля осужденный приехал в автосервис, чтобы отремонтировать свой автомобиль. Внезапно между ним и одним из сотрудников мастерской возник конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил автослесаря руками в область головы, причинил ему несколько ножевых ранений, а затем нанес удар по голове взятым на месте происшествия молотком. С места преступления злоумышленник скрылся, задержать его удалось на территории поселка спустя непродолжительное время. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но врачам удалось его спасти. Осужденный признан виновным по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса и части 1 статьи 105 – покушение на убийство. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. В отношении заключенного одной из курганских колоний, который является сторонником Международной террористической организации, запрещенной в Российской Федерации ИГИЛ, возбуждено уголовное дело. Осужденному, активному приверженцу радикальных течений, предъявлено обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде. ФСБ зафиксировало, что заключенный вел регулярные беседы с другими отбывающими наказания. Специалист сделал вывод, что в разговорах мужчина оправдывает и обосновывает деятельность запрещенной организации, призывает к участию в вооруженном джихаде, склоняет собеседников к участию в группировке после освобождения из колонии. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса – публичное оправдание терроризма.